Друзья, всем привет! В этом видео рассмотрим работу с навигатором Garmin E-Trix Legend C. Но информация будет полезной и для обладателей других устарейших моделей E-Trix. Навигатор Garmin E-Trix Legend занимает промежуточное положение между одним из первых приборов E-Trix с черно-белым дисплеем и без возможности отображения карт, и самыми последними на данный момент моделями E-Trix 30X. Несмотря на моральное устаревание, такой прибор все еще может использоваться в качестве походного навигатора. Основное его преимущество – невысокая цена в сравнении с современными моделями, но купить его можно лишь на вторичном рынке. Видео будет состоять из трех частей. Первое – прошивка навигатора и русификация прошивки. Второе – загрузка бесплатных карт местности. И третье – мой опыт использования данного прибора в походных условиях. Чтобы не смотреть все видео целиком, в прикрепленном комментарии приведу тайм-коды соответствующих разделов, то есть можете пропустить вопрос прошивки и сразу перейти к установке карт. Начнем с обновления прошивки. И здесь сразу сделаю оговорку, что если у вас нет претензий к работе устройства, не занимайтесь обновлением прошивки. Последняя версия прошивки E-Trix Legend C 2.70. Не стоит прошиваться через программу WebUpdater, иначе полностью потеряете русификацию прибора. Если вы все же сделали такую глупость, то вернуть русский язык будет весьма проблематично. Я сам попал на эти грабли, и поиск в Гугле перевел меня к одному сайту, на котором была выложена рассецированная прошивка. Чтобы ее не потерять, она была загружена на Яндекс.Диск. Ссылку дам в описании к видео. Однако эта прошивка не является официальной. Ставить вы ее можете лишь на свой страх и риск. Рекомендую установщик проверить антивирусом. У меня данная прошивка без проблем установилась, и навигатор снова стал понимать русский язык. Обратите внимание, что прошивка предназначена исключительно для модели Garmin E-Trix Legend C. Не пытайтесь ее установить на другие приборы, иначе можно окончательно сломать навигатор. Прежде чем приступать к прошивке, зайдем в меню. Настройки. Система. И выберем пункт «При потере внешнего питания оставлять включенным». Навигатор во включенном состоянии подключаем к компьютеру, используя USB кабель, и ждем, пока установится драйвера. Если автоматически установить драйвер не удалось, заходим на указанный сайт, все ссылки будут в описании, и качаем драйвер для USB. Запускаем установщик. Далее идет стандартная установка. Никаких сложностей возникнуть не должно. Скачанный архив с прошивкой извлекаем в отдельную папку. Запускаем файл updater.exe. Выбираем USB устройство. Нажимаем «Ок». Соглашаемся со всеми вопросами. И ждем завершения прошивки, не отключая навигатор от компьютера. Готово. После того, как навигатор перезагрузится, его можно отключить. И теперь можно убедиться, что русский язык поддерживается. Заходим в меню, двойным нажатием боковой кнопки. Видим, что интерфейс на русском языке. Выбираем пункт «Настройки». В самом конце приветствия. На виртуальной клавиатуре нажмем стрелочку вверх. И видим, что на клавиатуре также есть русские буквы. То есть можно набирать текст на русском. Теперь поговорим о загрузке карт. «Легенд С» поддерживает только векторные карты. При этом пользователю доступно всего 24 мегабайта встроенной памяти. И нет поддержки карт памяти. Загружать будем бесплатные ОСМ-карты, которые неплохо подходят для использования в туризме. Карту всей России или просто большую территорию установить не получится из-за нехватки памяти. Необходимо загружать небольшую область того района, где планируется использовать навигатор. Первым делом необходимо скачать программу «Мапсорс» Ссылка на указанный сайт будет в описании. Заходим на сайт карты ОСМ-Т Гармин. Здесь можно выбрать карты или для России, или для другой страны. Прористываем вниз список. Я буду устанавливать карту Московской области. Нажимаем по ссылке, качаем карту. Скаченную карту распаковываем в текущую папку. Далее заходим в эту папку и запускаем файлик install.bat. Навигатор подключаем к компьютеру. Если USB драйвер не был установлен, то об этом говорилось в разделе про прошивку навигатора. Запускаем программу «Мапсорс». В списке карт выбираем Московскую область. Масштаб карты можно увеличить. Также карту можно перемещать по экрану. Выбираем инструмент выделения карты. Московская область состоит из четырех кусочков. Можно выделить отдельный кусочек. Указывается размер. Если отключаем галочку «Расчет маршрута», размер становится меньше. Можно выделить сразу несколько кусков. Если выделяем карту целиком, появляются кусочки с буквой «С» в начале. Их удаляем из списка. Тем самым немножко уменьшается размер. Я буду загружать только западную часть Московской области. Выбираю этот кусок. Набору карт можно дать свое имя. Для этого убираем галочку «Автоматическое имя набора карт». И вводим нужное нам название карты. Ок. Карта занимает 11 МБ. Это достаточно для отправки на устройство. Выбираем меню передачи «Отправить на устройство» или нажимаем соответствующую кнопочку на панели инструментов. Происходит поиск устройства. Garmin E-Trix Legend C. Объект карта. Нажимаем «Отправить». Здесь выводится выполняемая операция. Удаление предыдущего набора карт и отправка нового. Все карты, которые были ранее установлены на навигатор, будут потеряны. То есть навигатор будет видеть только карту Московской области и глобальную карту. Данные успешно отправлены. Прибор автоматически отключился. Вытыкаем USB кабель. Вот таким вот образом выглядит глобальная карта. Отображается она только при крупных масштабах. Приближаю масштаб. И при отметке 30 километров появляется только что загруженная карта. Западная часть Московской области. Можно приблизить еще. Далее я расскажу о том, как оптимизировать отображение карты. То есть какие проделать настройки на навигаторе. Для того, чтобы карта так сильно не тормозила. Масштаб 3 километра. Навигатор лежал в левом кармане. А юг находится справа. То есть я закрывал сигнал от спутников. Вот в итоге он потерял его. И в треке получился такой разрыв. То есть заново был осуществлен поиск спутников. Сейчас точность плюс-минус 13 метров. Видеть спутников достаточно мало. Когда этот кружочек вокруг стрелки примерно обозначает радиус погрешности. Причем спутников он видит мало. Но лес без листьев практически открытый. Вот в ту сторону солнца. В общем у навигатора постоянные потери спутников. В карман убирать его нельзя. Несешь в руке. Вроде как держит связь. Но тоже периодически теряется. Трек нормально записать невозможно. То есть весь трек получается рваный. Видно на карте. То есть надо его использовать таким образом. Убрать, выключить, убрать его. И в каких-то точках просто включать. Определять свое местоположение. Выставлять маршрутные точки. Потом опять выключать и убирать. Если находиться на границе карты и уйти за ее пределы. То карта не отображается. Хотя стоит передвинуть стрелочку чуть в сторону. Видим появляется карта. То есть если наш указатель треугольничек находится за пределами отображаемой карты. Хотя прямо рядом с ней полностью не отображается весь экран. Когда стрелочка указывает на область карты, карта рисуется. Сейчас мы двигаем обратно. Все, нету карты. Как это лечится. Просто смещаем стрелку на карту. И ее там оставляем. И дальше можно двигаться по своему маршруту. Треугольник будет показывать наше текущее местоположение. Соответственно карта будет рисоваться. Давайте посмотрим как ускорить отображение карты. Для этого необходимо максимально разгрузить процессор навигатора. Заходим в меню. Двойным нажатием вот этой нижней боковой кнопки. В меню выбираем пункт настройки. Настройка карты. Здесь можно выбрать несколько вкладок. На первой вкладке я выставил ориентацию на север. Если включить ориентацию по курсу, то карта всегда будет разворачиваться по нашему направлению. То есть стрелочка, которая указывает наше направление, она всегда будет смотреть вверх. Ставим ориентацию на север. В этом случае вычисление навигатора необходимо производить меньше. Автомасштаб я отключил. И самый главный параметр это детализация. Здесь необходимо выбрать наименьшее значение, при котором отображаются все необходимые для вас объекты на карте. Например, если мы выбираем минимум. Снизу превью карты перерисовывается. В таком варианте карта будет рисоваться наиболее быстро. Но мы видим, что нету даже и тропы. То есть отображаются скальники, зеленка. Масштаб 200 метров, тропы нету. Включаем следующий вариант. Меньше. Детализация будет чуть выше. Отображается тропа уже хорошо. Отображается речка, которой не было только что. Тот же масштаб. Давайте посмотрим, что будет, если приблизить до 120 метров. То же самое. То есть новых объектов не появляется. Давайте выберем детализацию норм. Нормальную. На масштабе 120 метров появились некоторые объекты. Водопад, грот, смотровая площадка. Появляются некоторые надписи. Я экспериментально определил, что лично для меня самый оптимальный вариант детализации именно нормальный. То есть в этом случае скорость относительно приемлемая. Конечно, карты пририсовываются медленно. Но при этом при вот таком именно масштабе 120 метров отображаются различные объекты, которые будут вдоль тропы. Если масштаб меняем до 200 метров, то при детализации норм этих объектов нет. Остается речка, тропа и скальники. Если мы выберем детализацию больше, то объекты появляются уже и при масштабе 200 метров. Но, когда вы будете просматривать обзор на карту, то есть сделаете масштаб, допустим, 1000, вот эти все мелкие объекты, они будут очень сильно тормозить перерисовку карты. Поэтому оставляем нормально. Конкретно это в моем случае. В вашем случае, возможно, будет приемлемо выбрать меньше. То есть тропы есть. Если вам не нужны объекты вдоль тропы, то лучше выбрать меньше. Дальше пункт на дороге. Отключаем привязку к дороге. Поскольку используем мы его для пешего туризма, этот навигатор. Здесь можно выбрать отображение конкретных карт. Если у вас большая карта загружена, ну, в пределах допустимого для этого навигатора, то есть памяти-то все равно мало, то у вас может быть несколько кусочков карт. То есть большая карта состоит из нескольких кусочков. Выбирайте только тот кусочек, который вам необходимо конкретно сейчас, чтобы он отображался. Там ставим галочку. Вот, допустим, другой кусочек я галочку убрал. То есть тем самым мы опять-таки снимаем нагрузку на процессор. Друзья, в общем, при правильных настройках подобные старые навигаторы вполне можно использовать в походах. Единственное, я рекомендую дополнительно к нему взять обычный магнитный компас и распечатать карту того района, куда вы собираетесь идти. А на этом у меня все. Благодарю всех за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok